Святого преподобномоченика Серафима обычно называют Серафимом Жировичским, по названию обительный, где он долгие годы подвязался. Хотя миссионерский подвиг, этот пастырь нес десятки городов и деревень Беларуси, а также на территорию Польши. В селе Курашево на Подлясье по сей день рассказывают о случаях прозорливости отца Серафима. Было причастие, причащал отец Серафим Жировичский. К нему подошел человек с виду больной, неприятной внешности. И матушка Манефа думает, интересно, кто отважится после этого человека подойти к чаше? А отец Серафим говорит, мать Манефа, подойдите вы. Родился будущий преподобномоченик Серафим, а в миру Роман Шахмут, в бедной крестьянской семье в 1901 году в деревне Подлеся, что в Гродинской области Беларуси. Семь его родных сестер умерли на заре жизни. Самого же Романа с малых лет влекло к церкви. В 21 год он принял монашеский постриг в Жировичском Успенском монастыре с именем Серафим. Уже тогда Инока отличал дар проповедника. Однако его главное миссионерское служение пришлось на годы Великой Отечественной войны. В августе 1941 архимандрит Серафим вместе с еще одним насельником Жировичского монастыря, священником Григорием Кударенко, справился на лошадях на оккупированной немцами территории Восточной Беларуси для налаживания церковно-приходской жизни там, где она была разрушена большевиками. Везде на своем пути миссионеры совершали богослужения и крестили детей, отпевали умерших и неустанно проповедовали. Всего за время войны они открыли более 70 храмов. Одна такая черта, которая характерна для преподобного мученика Серафима, это его стремление мобилизовывать церковный народ на отстаивание интересов церкви. Он не ищет компромисса с местной властью. Отец Серафим, как подлинный пастырь, он ориентируется на народ главным образом. Отец Серафим вспоминал чудо, которое с ним случилось в дни войны, во время миссионерской поездки. У него открылся абсцесс. Здоровье было так подорвано, что он даже не мог передвигаться. Как вдруг начался налет советской авиации. Архимандрит услышал голос, который повелевал ему покинуть спальню и позвать с собой отца Григория. Из последних сил он добрался до кухни и позвал друга. Как только тот пришел, в дом попала бомба. Один из ее осколков, не задев важные органы, скрыл абсцесс отца Серафима. Через пробитое отверстие из раны вытек весь гной. И вскоре это место зажило, и архимандрит Серафим стал совершенно здоров. Таким чудным образом сам Господь прооперировал свое щадо. Вера в то, что Господь ведет его на пожизнь, она помогала ему постоянно. Она спасала его в самых тяжелейших ситуациях. 6 сентября 1944 года советские власти арестовали отца Серафима и Григория Кударенко за пособничество немецким оккупантам. 10 месяцев их продержали под следствием, после чего приговорили к 5 годам заключения в концлагере. Пасху 1946 года отец Серафим встретил в тюрьме. В этот день он радостно приветствовал всех. Христос воскресе. В наказание отца Серафима поместили в карцер, где он находился по пояс в воде. Отец Серафим скончался в тюрьме НКВД в 44 года. По официальной версии, от сердечной недостаточности, так и не отрекшись от Христа. Вся место крыльца, все окончили, в 49 году. Кураж Ивана был установлен символический памятник с надписью «Незамбенный пастырь». Информационно-православный портал «Собор БАЙ» из Минска для телеканала «Союз». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok